Извиняюсь, дадите вас снять со ступенек? Будет спуститься. Не, я могу, а почему должен спуститься со ступенек? Для обеспечения безопасности конвойного подразделения. Ребята, они там находятся за 100 метров. Здесь снимайте, пожалуйста, с данного места. Здесь мы вам не запрещаем, здесь снимайте. Вы просто, если можете, распределитесь так, чтобы не препятствовать журналистской деятельности. Согласно нашим ведомственным инструкциям. Для обеспечения зеленого коридора конвойного подразделения. Они там, значит, не здесь будут эти ребята. Я вам еще раз сказал. Они вот оттуда и с той двери пройдут, вот туда. А вы сейчас просто мешаете журналисту. Их хотите, мы просто не будем становиться на ступеньке. Но вы хотя бы распределитесь так, чтобы мы сняли. Мы же много не просим. Ну вот реально мы просто закрыли обзор. Тут корреспонденты из разных изданий, международных в том числе. Я просто не понимаю, зачем это. Все просто смотрят и... Для обеспечения безопасности конвойного подразделения. Ребята, вы 100 метров обязаны бегать по вашим нормативам. А вы обязаны выполнять законные распоряжения. Вы догоните любого. Вы догоните любого, кто туда ломанется. Понимаете? Мир и свободу граждан в России! Нет войне! Вау! 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 Вот он прошел. Давай помощник подойдет. Сейчас подойдет. Ухурор? Да. И я имею право быть там. Сейчас, секунду, подожди. Вот вам говорят адвокаты пропустились. Законбрид сплетается? Как убийство сопровождают? Сейчас, видите, уже разойдется новость о том, чтобы ударили адвоката. Нет! Вообще, честно говоря, думаю, вы в этот раз на танки вообще приедете. Кто вообще не представляет? Какая конституция? Вы что? Прям, Жень, это слово такое. Вообще. Не слушайте, скоро будет. Не слушайте их вообще. Конституцию. Привет! Рома, привет! Рома, привет! Проходите, присаживайтесь. Гражданин России, который не подходит к своей стране, не уместен для ее нынешнего существования, к сожалению. Видимо, может находиться только за решеткой, а не на свободе. Я не преступник, никаких преступных действий никогда не совершал. Всегда действовал в соответствии с законом, руководствовавшись Конституцией Российской Федерации, с нормами журналистской этики, с нормами морали, в соответствии с нравственными ценностями, с убеждениями собственными, гуманистическими, пацифистскими и антимилитаристскими. В данный момент, очевидно, такие люди, как я, это преступники, к сожалению. И для страны, мне кажется, это похоже на приговор. Мне пока приговор еще не вынесен, но, к сожалению, я не рассчитываю на гуманность российского суда, на правосудие, на беспредвзятое отношение к подсудимому. И я готовлюсь к худшему, но все же я надеюсь на лучшее. Нет войне и мир и свободу граждан России. Я думаю, это очень многие хотят. Спасибо. Вот такой маленький зал у нас почему-то сегодня опять. Вот можно, Катерина, вот так посмотри, пожалуйста, так красиво смотришься между вот такими сильными мужчинами. Сегодня у меня цитаты из песни «Сектор газ» Юрия Хоя «Домой, домой, пора домой». Песня была написана в период Первой Чеченской войны и говорит о том, что рано или поздно, а лучше как можно раньше, солдаты, военнослужащие, кто оказался в зоне боевых действий, должны вернуться домой. И политзаключенные, такие как я, должны вернуться домой. И на моей памяти был такой момент, светлый момент в истории нашей страны, когда был вывод войск из Афганистана. Это был очень позитивный момент для нашего общества. И я надеюсь дожить до того момента, когда он снова произойдет такой же. Я думаю, все понимают, о чем я говорю. Ребята, можно, чтобы подснять можно было? Все, вывели что ли? Да, очень быстро. Чем он меня толкает постоянно? Он и меня толкал, он и меня толкал. А главное, я ему говорю, пожалуйста, скажите, пожалуйста. Вам уже дают свидание или нет? Нет, не дают нам свидание. Нужно подтвердить родство. Усы, лапы, хвост. Будете подтверждать родство? Ну, мне приходится приносить свои личные данные и предоставлять. Документы надо там все. Свидетельство о рождении. Да. Паспорт, там мама, папа. Если что, вот, это мой папа. Если вы не знали. Отлично. Будем сейчас предоставлять. Какие добрые. Нет, они просто, они вели себя наглее, хамлее и вообще. Они наседали вот так вот, понимаешь? А сейчас они встали таким всем. Им, видимо, дали водную, но вы их там шуганите, и они пришли шугать. Поехали. Пока она не поедет.